Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Тимпоз, и мы продолжаем играть в игру European War 6, 1914 год. Attack of Eagle у нас, компания, последняя миссия, Battle of Amien, или Амьенская операция, так называется. Но перед началом битвы самой серии будет минут 5, скажем так, моего нытья о канале. Для тех, кто интересуется жизнью канала, для всех остальных, можете проскипать минут 5-10 вперед, и будет вам счастье, будет вам сама миссия. Ну и в закрепленных комментариях я оставлю тайм-код, чтобы вы могли сразу же перейти на нужный фрагмент. Ну а для всех остальных я предлагаю остаться и чутка послушать мой грустный, с одной стороны, монолог. О чем хочу вещать. Последние 2-3 недели в моем графике выхода серии были некоторые пробелы, как вы могли заметить. Многие меня спрашивают, почему не снимаю, что произошло и так далее. Поэтому решил немножко дать какой-то информации, чтобы знали. Ну, во-первых, в основном это нехватка времени, потому что помимо YouTube у меня есть личная жизнь, у меня есть работа. А YouTube, к сожалению, пока что мне дохода не приносит, чтобы перейти с основной работы на него. В перспективе, конечно, это было бы замечательно, но это как бы далеко в моих влажных мечтах. Пока что это лишь хобби, увлечение, которое мне приносит удовольствие и не более того. Поэтому уделяем ему ровно столько времени, сколько я могу ему уделить. Вот, в принципе, и все. Вторая причина, по которой есть перерывы в видео, выпусках, это нехватка сил, как физических, так и эмоционально-психологических. Ну, потому что, сами понимаете, если ты приходишь без сил домой, грубо говоря, ты устал, нет настроения, то садиться и снимать видео, это не совсем то, чем тебе хотелось бы заниматься. Да, конечно, просто играть в игру, это прикольно, это интересно. Но когда тебе эти полчаса, либо час, необходимо еще комментировать свои действия, так, чтобы это было кому-то другому, смотрящему за процессом, интересно, ну, это требует от тебя определенных затрат, скорее более эмоциональных, чем физических. Ну, и, как бы, голос тоже, конечно же, устает, не всегда силы на это есть. Я не жалуюсь, мне нравится это дело, и когда ты ничем другим не занят, то это прикольно, могу и 10 роликов за день снять. Но когда у тебя изначально нет ни сил, ни желания на это, то, как бы, это сильно затрудняет процесс. Ну, первое, это, конечно, нехватка времени, из-за этого все идет. Ну, и третий пункт, он самый незначительный в данной ситуации, но тоже имеет место быть, поскольку вызывает у меня определенного рода обиды, что ли, если так можно сказать, на YouTube и на их систему. Ну, вы сейчас сами все поймете. В общем, с чего здесь стоит начать? Приблизительно год назад, чуть больше даже год назад, в январе 2019 года я запустил на своем канале монетизацию, и думаю, вот, здорово, сейчас на меня посыпятся золотые горы, наверное, ну, как бы, понятное дело, что не так-то тут все просто было, поскольку к тому моменту я уже полгода как снимал ролики, у меня был определенный запас просмотров, которые ежедневно уже были на моем канале, то мне начислялось приблизительно от 5 до 15 центов, там, американская валюта в сутки, как бы, и прикол в том, что снять их могу лишь, когда на этом виртуальном счете наберется 100 долларов, вот. И путем нехитрых математических вычислений мы получаем, что через 3 года я смогу получить первый доход с YouTube. Ну, вот, с момента запуска канала, если не будет никакой динамики в количестве просмотров, в количестве начисляемых доходов и так далее. Ну, поскольку я продолжал время от времени снимать ролики, то динамика, к счастью, была. И к декабрю 2019 года, то есть через 11 месяцев, скажем так, на моем канале уже накопилось чуть больше 90 долларов. И на тот момент суточный доход составлял приблизительно 60-70 центов в сутки, что, в принципе, уже гораздо лучше, чем на начало монетизации и внушал определенную, как бы, уверенность, что ли, определенный оптимизм. Хоть, конечно, это тоже немного, всего лишь там 40-50 рублей, которые смогу снять только когда там будет их 100 долларов. Вот, и я так обрадовался, что здорово, вот в январе, в середине января, думаю, смогу уже снять, почувствую, как это вот именно с Ютуба. Так-то я умею деньги зарабатывать, но именно, знаете, с твоего любимого дела, с хобби, это совсем другое ощущение. Вот хотелось мне это почувствовать. И тут я пообещал вам, что сниму какой-нибудь ролик на Новый год. Я пообещал, значит, надо сделать. И тут, как бы, случился у меня оврал, времени стало критически мало, и я просто не укладывался по времени, чтобы его отснять, отснять материал. 29-го числа вечером с 29 на 30-е я понял, что, блин, ну, пообещал, значит, надо как-то сделать, что ли. Поэтому почти до утра я всю ночь монтировал видос. Ну, и поскольку времени у меня на это не было, у меня в наличии только лишь планшет был на тот момент, компьютера нет, весь монтаж происходит через планшет, я не мог во все игры, которые я рассказывал, вот в предновогоднем видео, если вы понимаете, о чем я, это 10, топ-10 стратегий на Android, я про него сейчас говорю, не озвучил сразу. Все материалы я брал из интернета, из Ютуба, из открытого доступа, то есть это были материалы других авторов, и, как выяснилось, защищенные авторским правом. Но, я так подумал, во-первых, я знаю, что если ты берешь какой-то другой материал чужой и делаешь нарезку по 10 секунд, не более, там, 10-15 секунд, то алгоритмы Ютуба не понимают, что это контент, защищенный авторским правом, и как бы пропускают его. То есть есть огромное количество роликов в Ютубе, которые, как бы, ну, не самостоятельно снимают весь материал, который у них там дается, а берут его из Ютуба. Это, в принципе, нормально, это общепринятая практика. Поэтому я решил сделать так же, но, судя по всему, как я сейчас понимаю, я допустил где-то ошибку, и, возможно, где-то я взял отрезок дольше, там, максимального лимита. Я сам не понимаю, это нужно анализировать. У меня сейчас такой возможности нет. Просто есть факт, что данный ролик, скорее всего, о, скорее всего, данный ролик, сейчас поймете, почему я в этом не уверен, нарушил какие-то правила Ютуба по авторским правам. В чем суть? Теперь переходим к тому, как я об этом узнал. 31 числа утром я выгрузил ролик на канал, вот, и с чувством выполненного долга отправился на новогодние праздники, потому что у меня уже были залиты на Ютуб на ближайшую неделю ролики. То есть я не парился, что, как бы, видосы будут, я могу спокойно себе проводить новогодние праздники. И тут, 2 февраля, объясню, почему 2 февраля, дело в том, что аналитика в Ютубе работает с задержкой в 2 дня. То есть о том, какие начисления тебе были сегодня, ты можешь узнать только лишь через 2 дня. Поэтому 2 февраля в 4 часа утра, без объявления войны, вероломно я узнаю, что почему-то 31 числа монетизация на моем канале не произошла. Ну, я утрирую, нет, к слову сказано, конечно, не в 4 часа утра. Почему я не понял? Я думал, это какой-то лак, мало ли, глюканул под Новый год Ютуб, через пару дней разлагает и начнется опять начисление. 1 числа не было начисления, 2, ну, как бы, я на это внимание не обращал, но через неделю, когда я увидел, что уже неделю нет вообще никаких начислений, по моим 60-70 центов, я уже начал переживать, что не так, как бы, ну, потому что у меня никаких уведомлений нигде не приходило. Я вспомнил, что 31 числа, в день, когда монетизация была отрублена, я выложил данный ролик. Поэтому, как бы, ну, самым логичным является предположение, что именно он вызвал вот этот самый процесс. Я захожу в Ютуб, у меня нет ни единого уведомления о нарушении, то есть там есть две колонки. Первое – это нарушение авторских прав, а второе – жалобы других пользователей, так называемые страйки. Ни того, ни другого у меня нет нарушений. Канал идеально чист, но при этом монетизация отключена, и подать повторную заявку на монетизацию можно через 30 дней. То есть, и там написано, что наши алгоритмы обнаружили, что вы там многоразово нарушили, короче, требования авторских прав. Нарушили вот эти самые правила. Я не знаю, что я нарушил, я не понимаю, почему мне не пришло нигде уведомление, то есть на почте у меня уведомлений от Ютуба нет. В самом Ютубе у меня нет уведомлений о нарушении, то есть и нигде ничего не сказано, какой конкретно ролик нарушил авторские права. То есть я догадываюсь, о чем идет речь. Ну, скорее всего, это он, потому что в других роликах я ничего подобного не делал. Но сам факт того, что мне просто без объявления о войне взяли и отрубили монетизацию, конечно, немножко раздражает, что ли. Я даже не знаю, как это правильно сказать. И прикол в следующем. Через месяц я могу подать повторную заявку на монетизацию, которая будет рассматриваться 30 дней. То есть я ее уже подал. Это в конце января можно было сделать. Она будет рассматриваться до 30 дней, но, скорее всего, именно ровно столько и будет. И в случае, если алгоритмы опять выявят нарушение, то она будет отключена еще на 3 месяца. Прикол в том, что на моем канале уже есть ролик, который набрал больше 600 тысяч просмотров. Это отрывок из «Дьявол носит Прада» с нарушением авторского права. Извините, там 2 минуты авторского контента из фильма. И монетизация там, скажем так, она отключена, естественно, как нарушение. Но ролик не заставляет меня удалять, потому что автор ролика, он берет монетизацию на себя. То есть все просмотры, которые происходят под этим видео, все доходы идут как бы к владельцу авторских прав. Меня это устраивает, у меня есть просмотры. Эта компания американская получается за это кэш. Как бы нормально. В данной ситуации, не имея никаких нарушений, меня отрубают в монетизацию, не говорят и по какой причине, из-за какого видео. И при этом я сейчас не знаю, что мне делать. Я этот ролик временно отключил. То есть я его не удалял с канала, я сделал его закрытым для общего использования. Потому что там уже набралось больше просмотров, чем у любого другого моего ролика на канале. За один лишь месяц. И этот ролик очень не хочу удалять. Мне нравится, как там идут просмотры. Поэтому я надеюсь, что монетизация мне будет подключена в течение ближайших 30 дней. После чего я попробую сделать этот ролик обратно в открытый доступ. Но монетизацию включать я на нем не буду, от греха подальше. Потому что YouTube, они, извините, будет мат, закройте уши, дети, ёгнутые. Потому что так делать нельзя, извините. Ну, как бы, нет без уведомлений просто отрубать монетизацию. Понятно, что это всего лишь 60-50 центов. Как бы, ну, вообще ни о чем. Ну, камон. Я хотел в начале января снять этот кэш. У меня уже были, как бы, какие-то планы, какие-то идеи. А тут мне еще месяц, как бы, ждать. Ну, короче, это 10 минут моего нытья были. Я не знаю, насколько это вам было интересно, но я решил этим с вами поделиться. Те, кому это было неинтересно, я думаю, что это уже все скипнули, перешли по тайм-коду и смотрят себе дальнейшее прохождение. Вот. Ну, вроде все я сказал по этому поводу. Это не основная причина. Просто хотел с вами поделиться, чтобы вы были в курсе, что в YouTube такое вообще бывает. И те, кто в этом шарят, разбираются в системе монетизации, в системе блокировки пользователей, отключения. Пожалуйста, напишите ваше мнение. Удалять ли мне ролик с канала, либо я смогу его чуть позже снова активировать. Он у меня сейчас закрытый. Могу ли я его потом снова активировать, но без включения монетизации. Мне это тоже устроится, если он будет набирать просмотры, но я не буду с этого ничего получать. Я просто не хочу его удалять. Ну, в принципе, вроде я все сказал. Если нет, то извините. Если что-то я забыл упомянуть. Ну, а теперь мы переходим, собственно, к самой битве. Надеюсь, что мы ее выиграем. Ох, твою мать. Об этом я не подумал. Если я ее сейчас не выиграю, я буду плакать. Потому что еще 12 минут заново все это переписывать я не хочу. Battle of Amiens. Ну, по факту это амьенская операция. Это не битва при Амьене. Хотя, как угодно можно назвать. В чем суть данного сражения? Это, скажем так, широкомасштабное наступление союзных войск против германской армии. Вот. Одно из последних на Западном фронте. Суть в том, что после многочисленных военных операций, антанты против войск Германии, образовались два так называемых выступа. Это город Амьен и сейчас мне нужна подсказка Сен-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми Во всей войне, после чего германские войска начали капитулировать. Ну, постепенно-постепенно, в течение месяца или сколько, точно не помню, Антанта одержала в войне победу. Ну, а мы играем все еще за Германию. И за победу в этой миссии мы получим 25 медалей и 10 тысяч монет. Поехали. Переходим к самому сражению. Я очень надеюсь, что мы его сможем победить. Так, hold 2k points in the special fit rounds. Удержать две точки за 18 раундов. Допустим. Ну, выглядит вполне себе выполнимо. Но я думаю, что нам нужно войска все-таки вести вперед и постараться, чтобы союзники не потеряли свои города. Надеюсь, у нас это получится. По поводу танков, друзья. Там целая дискуссия в предыдущем ролике. Возникла, и я согласен практически со всеми вашими комментариями. Друзья, танки – это кавалерия. Потому что они, во-первых, приобретаются в тканюшнях. Во-вторых, все, у всех ботов стоят на танках кавалеристы. Полезную мне информацию дали. Абсолютно согласен, друзья. Это кавалерия. Но меня другой вопрос волнует, что, в принципе, для бронетехники могли бы создать отдельный завод. Это было бы логично. И создать отдельного генерала. Потому что это другой тип войск. Ну, то есть, в принципе. Бронемашины, танки... Ну, как бы я не знаю. В чем мой вопрос? В том, что у танка, друзья, танк стреляет как артиллерия. А генералы на артиллерию... Где они? Они дают бонус к атаке артиллерии. Плюс 14%. И я не совсем понимаю. То есть, может быть... Понятно, что все боты стоят везде кавалерия. Но чисто логически. Если танк атакует как артиллерия, а генерал артиллерии дает бонус к атаке артиллерии, то, может быть, он более полезен, чем генерал кавалерии. То есть, в этом вопрос. Я не спорю, что это, ну, по игре кавалерия. Но, понимаете, это не объяснено. Поэтому есть некоторые непонимания с моей стороны. Ладно. Поехали. В любом случае, у нас на танке уже имеется генерал, что лишает меня дополнительных вопросов. Краб Кеннон. Я так понимаю, что это что-то очень мощное, да? Ну, давайте ставим нашего Гиденбурга. Краб Кеннон. Броневичок. Боже, я уже забыл. Броневичок это что? Это тоже кавалерия? О, Господи. Убейте меня. Я не помню. Да, Армарит Кар это тоже кавалерия. Хорошо. Замечательно. Это что? Брызг плейт. Отлично. Так, у нас 1200 монет. О, это весьма недурно. Это весьма очень хорошо. Так, город пятого уровня. Может быть мы можем еще один танк? Мы его можем, а мы его не можем. Почему? Технологи рекьюрит. Катерпилар болт. Это значит, надо улучшить технологии. Это долго. Нет, на это тратиться не буду. В данном случае это не резонно. Ну, на мой взгляд. Так, ладно. Но. Мы же можем броневичок купить, правильно? Отлично. Надо было еще один броневичок купить. Я что-то тупанул. Ладно, поставим Филиппа сюда. Не посмотрел, сколько у нас доступно для найма генералов. Ставим сюда нашего гранта. И у нас остается, получается, два этих самых помогите мне адмирала. Мы их поставим на на арту. Так, ну и проводим все войска. Вперед. Так, у нас здесь есть город. Давайте мы выведем войска чуть-чуть чуть дальше из города. А в город поставим пушку, может? Нет, в город пушку ставить не будем. Нам здесь что-нибудь понадобится. Нет, мортира я не буду нанимать. Давайте здесь пехоту легкую наймем. Арта у нас есть. Я не хочу сильно лимит превышать. Так, меня теперь интересуют милитари академия. Air Bombing можем. Отлично. Почему не могу заказать? А, у меня уже лимит превышен на количество карточек. Вот оно что. Так, Spy. Fire Engine. Promotion. Газ. О-о-о! Randomly select for targets with integrates and cause continuous damage for... О-о-о! Какая прелесть. Так. Пускаем газы. О-о-о! Как шикарно. Подожди, а на этих действует газ, да? Черепушки вижу. Отлично. Это действует на территорию, интересно? Или... Я не знаю, правильно ли я распорядился этим? Ну, да ладно. Так, Air Bombing. Заказываем. Так, во всех остальных пока что ставим университеты. Заход у нас плюс 6. Плюс 13. Маловато. Может город улучшить? Давайте улучшу город. Построю здесь тоже университет. Плюс 19. Хорошо. Так, а здесь я не смогу, да? Никак. Надо улучшать город. 400. Я не готов в это дело вкладывать. Ну, в таком случае тоже здесь будем Air Bombing ставить. Или можем... Газ mask. Марш. Нет, газ нужно еще сильнее улучшить. Давайте по старинке Air Bombing использовать. Я думаю, что... Принцесса. Buildings in the city will not catch fire. Давай тогда вот сюда поставим ее, может. Для этого нужно улучшить палац. Я не знаю. Ладно, пофиг. Давайте поставим сюда. Так, ладно. В принципе, кэш я распределил. Заход мы получаем плюс 154. Несмотря на превышение лимита. Плюс 19. Очков. Air Bombing. Ну, пока меня, в принципе, все здесь устраивает. Ладно, делаем ход. Будем, по ходу дела, пытаться ориентироваться в ситуации. Так, противников, конечно, многовато. Не факт, что у нас получится. Ой. А, нет, все нормально. Оказалось, что я противника не окружила. Я его никак не окружил. Все окей. Так, на противника действует газ. Они будут... У них будут падать хп, насколько я понимаю. Но не у всех. Почему-то некоторые только один ход. Страдали. Хм. Интересно. Интересно, почему. Восемьдесят три. Семьсот девять. Так, восемьдесят девять. Давайте еще эйрбомбин. Давайте их использую. У нас три штуки есть. Я бы использовал их против вражеских генералов. Почему здесь? Давай здесь. Так-то лучше. Против вражеских генералов. Против вражеского танка, может быть. Но он далековато от нас. Или по бункеру. Жахнуть. По шестьдесят урона. Ну, в принципе, арта больше нанесет. Давайте, наверное, по танку. Большую опасность представляет, как мне кажется. Хотя, может, ошибаюсь. Так, сто одиннадцать. Пока не буду у него больше ничего покупать. Может быть, ферму улучшить, чтобы линейт повысить. Кстати. Кстати, о фермах. Ферма первого уровня. Давайте глянем, где у нас могут быть фермы улучшенные. До первого уровня. Вот здесь. Сколько будет стоить? Двадцать. О, популяшен плюс пятнадцать. У нас сейчас сто три. Сто четырнадцать. Какая прелесть. Что я раньше-то не сделал. Сто четырнадцать. Так, здесь у нас первая шестьдесят. Сто девятнадцать. Давай еще здесь. Отлично. Сто двадцать четыре у нас теперь лимит. Можем спокойно еще строить, еще улучшать. Так, меня теперь интересует маркет. Пятьдесят пять. Это на сколько? Одиннадцать ходов. Окупится, но не сильно. Чуть-чуть, самую малость это может нам окупиться. Наверное, нет. Наверное, не будем это улучшать. Да, стрел зон. Так, ну в таком случае, раз пошла такая пьянка, давайте еще арту сделать. Хоудзер. Окей. Меня также интересуют, наверное, броневички. И пулеметы. Лимит уже превышен, нет. Не будем искушать судьбу. Семьдесят три. Отлично. Так, а я Airbombin уже использовал? Или это в прошлом было? Это было в прошлый раз. А сколько Airbombin? Тридцать пять стоит сейчас? Двадцать пять, отлично. Заход плюс девятнадцать. Так, карточки, карточки, карточки. Меня интересует фражеский пулеметчик, до которого я не дотягиваюсь. Блин, я здесь не могу. Помогу университет улучшить. Давай. Отсюда точно не дотянусь. Печалька. Ну ладно, давайте по танку. Он еще не подошел, а уже больше, чем наполовину уничтожен. Даже, наверное, на две трети. Хорошо. Так, где моя кавалерия? Ох, отлично. Отлично, великолепно. Пятьдесят пять. Добьем кавалеристами. Эх. Очень прискорбно. Семьдесят шесть. Отлично. Прекрасно. Так, захватываем их в ней. Завод. Нет, в атаку на пулеметчиков я идти не хочу, хотя это старая гвардия. Light Machine Gun. То есть, получается, это не просто искаженные текстуры. Они так и подразумевали разработчики, получается. То есть, если у них как атака стоит пулемет. Занимательно. Нет, я не хочу их атаковать. Пусть они подходят ближе. А я, наверное, чутка отступлю. В любом случае, нужно удерживать точки. Я думаю, может, как-то на юг мне сместиться. О, танк. Я про танк совсем забыл. Совсем забыл про танк. Таким я не походил. Но этот ряд я помню. Так, делаем ход. Сейчас по пулеметчику дадим залп. 60. 60. А, тут еще и кавалерия подошла. Я ее не видел. А что так мало? А, я думал, это Хоббитзер. Генерал, это не он. Так, давайте легкую артиллерию здесь наймем. Окружим кавалеристов, наверное. А с помощью танка... Нет, с помощью танка не сможем. Ладно, давайте таким образом. Кавалерия против кавалерии. Успешно. Еще раз. Замечательно. Супер. Прям лучше, чем я предполагал. Так, танк. Куда тебя, родной, использовать? О, безответный удар. Отлично. Так, я думаю, надо как-то на юге ребятам помочь. Пока не знаю как, но... Знаю, что как-то надо. Давайте артиллериста поведу на юг, что ли. 57. 38. Почти всеми походил. Я вижу кем. Кто у меня не задействован сейчас. Так. Бомбардировка. Во-первых, давайте еще закажем. Во-вторых, у нас... А, или мы уже только что использовали. Мы только что использовали. Так, можем повысить ранг одного из отрядов. Я думаю, что нужно это сделать нашему... В Екатеринбургу он далеко. В таком случае... Танкисту, наверное. Повысим ранг. Чтобы он был еще сильнее. Делаем ход. Здесь полезли собаки. Вступаем из города на шаг назад, наверное. Сейчас. Надо продумать пути отступления. Так, давай. Ты сюда. Дальше. Ты сюда. Вот. Сперва. Залп. Еще раз. Нет, неправильно. Надо было артиллерию вывести. Ладно, пофиг. Здесь нанимаем отряд. Машинганеров. Пулеметчики стоят, не двигаются. Или, может быть, отступить? Давайте отступим. Кавалерия. Атакует данный отряд. Отлично. Добиваем. Теперь. Теперь, теперь, теперь. Бронилька такует пулеметчиков. Хороший урон. Отступаем. Атакуем кавалерию. Добьем пехоту. Нет, не добьем. Печалька. Так, ладно. Нашего Гиденбурга. Атакуют. Но он к этому готов. У него есть аптечка. Есть возможность захватить город. Я думаю, что этим надо пользоваться. Потому что союзники город профукают. Если мы его не захватим сами. Может быть и не профукали. Кто знает. Ну, уже поздняк. Так. Теперь давайте окружим вражескую арту. С двух сторон. Отлично. 345 у нас есть. Кэша. И, в принципе, нам позволяет лимит. Можем что-нибудь заказать. Ну, здесь я заказал. Давайте, наверное, ищу артиллерию, что ли. Вы знаете мою позицию. Артиллерии много не бывает. Нам не хватает ресурсов. Ладно, подождем один ход. Гиденбургом надо отступать. Я так думаю. Опа. Ты как сюда проник? 76. Теперь давайте по городу определимся. Что мы будем с ним делать? Мы не можем его улучшить. Можем построить или университет, или академию. Если академия, то сможем наносить по противнику здесь воздушные удары. Если университет, то будем получать дополнительные очки. Я думаю, университет. У нас, в принципе, уже есть один город. Да, давайте. Давайте университет. Плюс 6. На дороге не валяется. Итого плюс 28. То есть каждый ход мы можем наносить один авиаудар. Это прям меня радует. Кстати, насчет авиаудара. Я думаю, надо доковать пулеметчиков. Что-то мне подсказывает. Черт, а кавалерии я как бы не хочу ни на пулеметчиков, ни на танки напарываться. Вот зараза. Не как быть в данной ситуации. Давайте я подойду ближе, чтобы потом напасть на арту. Так, 36. Маловато. 43. Сколько там хп осталось? 139. Многовато. Так. Ну, однозначно отсюда вводим пулеметчиков. Идем их на кавалерию вражескую. Попробуем. 45-45. Да, это хрень. А не атака. Нет, кавалерии я точно не буду атаковать пулеметчиков. Это... Это... Это очень плохо. Для нас может обернуться. Так. Выносим. Выносим. Отлично. Можем еще и горд таковать. Где вражеские подкрепления? Пока что это слишком легко. Но я подразумеваю... Ну, предполагаю, что противники будут как-то усиливаться, наверное. Потому что пока что они никого сопротивления не оказывают вообще. Так, Гиденбург о половине. Надо как-то уберечь его. Что ли. Может на бункер напасть. С юга. 199. Ладно, делаем ход. Сразу пока помню, давайте бомбардировку закажем. И сразу же ее используем. Так, и еще пушку. 33. Черт, если я отступлю. Блин, вариантов нет. Я на пулеметчика не хочу нападать. Эх. Профтыкал позицию. Ладно. Надеюсь, это не фатально. Так, наши омольские гасят. Я думаю, надо отступать. Что-то я слишком выперся вперед. И танк мы тут подзажали чутко. 110. Хорош. Что у нас по южным территориям? Артиллерист вражеский вынесен. Отлично. 106. 128. Ну, можно сказать, наступление на юге мы остановили. Подождите. Удержать две точки. А я сейчас контролирую... Четыре точки. За сколько? 18 раундов. Уже 7 прошло. Ну, мы так долго играть будем. Мы уже долго играем, но, видимо, серия на час затянется. Не вовремя решил вначале поговорить. Не угадал с серией. 63. Пока пусть стоит. В принципе, почти фуловый. О, броневичок. Давай-ка мы на него тоже нападем. 86. 118. 71. Отлично. Так, мольтки. Да ладно. Надо же как-то использовать его. А тут самое оно. Атака по вражеской артиллерии. Когда, если не сейчас? 230. Так. Вражеский танк отступает. Вопрос. У тебя хилки с часом нету? Нет, хилки у него нету. То есть, я это проверил, не отступает ли он на регенерацию. Ты... Тихо ты. Дерзкий какой. 33. 31. Так. Отлично. Отлично. Так, теперь вражеский... Вражеская пушка. 27. 16. Отлично. А вот конница против броневика. Это не лучшее решение. Мы отступим. Так, ну и все ходы вроде сделал. У нас 110 монет еще. Лимит превышен. Ага. Они тоже бомбят нас. Достаточно эффективно, кстати говоря. Кстати говоря. Да. Так, подступили вражеские подкрепления. В данном случае это американцы. Твою мать. И здесь их дохренища всех. Чего так много? Давайте мы добьем вражеского танкиста. Чего глаза не мазубил. Так, тут отбились. Окей. 167 монет. Здесь нам необходимо отступление. Отлично. Вот у этого товарища. О-о-о-о. Это very beautiful. Какая прелесть. У него тоже плюс 30 заход. Надо было сразу посмотреть. Так это моя ключевая сила в данном сражении будет. Ну и Гиденбург. Где мой Гиденбург? Почти восстановился. 82. Отлично. Замечательно. У нас сейчас основной удар противника по северу придется, я так понимаю. Там два вражеских генерала США. Это как бы не очень. Так, тут союзники с тыла подступают. Они, скорее всего, просто оборону держат. Ну ладно, чем дольше я продержусь, тем проще, наверное, будет союзником. Я так думаю. Наверное. О, хорош. Так, Гиденбург. Ой, это у меня другой артиллерист. Тут, походу, придется сейчас отступать. Кавалерия. Ну иди в атаку. Жертвуй. С собой. Так. Отлично. Маловато. Плохо. Это было плохо. Ой, пулеметчик у них весьма неприятный. Я уже использовал? Походу, нет. Ну, это моя следующая цель. Их чертов пулеметчик. Так, я думаю, здесь нет смысла атаковать. Наверное, просто будем обороняться. Ну, стрелять артой и... А пехотой просто стоять на месте. Делаем ход. А на юге у нас город не отожмут? Что-то не обратил внимания. Нет, не отожмут. Все нормально. Я тоже планировал в контрнаступление идти. Но, судя по всему, у противника планы другие. Контрнаступление отменяется. Не, ну, я думаю, Гиденбург на юге должен бы зарешать. Наверное. Продолжаем отступление. Давайте танк, наверное, на север уведем. Отлично. 28. 26. Отлично. Замечательно. Так, ну, наверное, тут уже не надо артву нанимать. А, у меня денег уже больше нет. Все. Тут, походу, все. Да, город мы сейчас вот-вот потеряем. Я, конечно, продолжу попытки его обороны, но... Я думаю, тут уже все всем очевидно. Так, бомбежка. Давайте по танку, может, пальнем. А нет, у танка там чуть-чуть осталось. Не будем расходовать. Ну, тогда по второму генералу. Последнему. Американскому. Отлично. 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 Так. У Гиденбурга небольшие неприятности. Если ты можешь так назвать. Ныкаемся за союзников Делаем ход Город отжимают Да, все, город отжат На севере мы должны отступать Максимально быстро и непринужденно Тут нам ловить больше нечего 252 Так, где у нас Ближайшая академия Давайте здесь тоже Машинганнера будем внимательны И здесь и на юге 106 Все, ну, южная угроза полностью ликвидирована Можно так сказать Я уже использовал, нет? Ага, у меня только в столице получается Могу карточки использовать У меня нет бомбардировки Ладно А как так? А, видимо, потому что город захватили Она не успела произвестись Ну, ладно Не судьба Так, на юге все спокойно На юге все спокойно Тогда здесь производим Машинганнеров Так, тут я всеми походил Войск становится все меньше и меньше Ну, я думаю, 4 хода мы В любом случае продержимся Вне зависимости От ситуации По-моему, 85 стоит, да? Отлично Производство Ой, я даже до кого-то достаю здесь Нет, буду экономить Сейчас пулеметчик подойдет ко мне поближе Я на него это дело использую Союзники город захватили Удивительно Так, ну поскольку цель это удержание городов Раз, два Три, четыре Я думаю, что последние три хода мы можем, в принципе, просто проскипать На самом деле Ну, то есть Отводим войска назад Я думаю, союзники смогут Сдержать напор Нужно всего лишь два города удержать Раз Ну и, в принципе, на этом все Да, достаточно простая миссия получилась Долгая, но простая Ну да, последние ходы не было смысла играть даже Получаем принцессу в награду Луиза Потом изучу, что она там дает Победа Первая мировая В данном случае у нас завершилась И мы открываем третью кампанию Которая у нас будет за Россию Восточный фронт Называется Получаем еще награды Он будет там видосики посмотреть Ну и на этом все, друзья Я всех благодарю за внимание Получился ролик очень длинным В большей степени по моей вине Потому что Первая часть ролика была не по теме Но надеюсь, вам было интересно Я всех благодарю за внимание С вами был темпост Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И до новых встреч Всем спасибо Всем пока И удачи Субтитры сделал DimaTorzok